Трое погибших, восемь раненых. Таковы последние данные обстрела в Донецком. Заминирована подстанция высоковольтных сетей завода Точмаш. Она продолжает работать, но без персонала. В городе приостанавливают работу сетевые супермаркеты. А над Авдеевкой нависла угроза экологической катастрофы. Там вновь разрушили линии электропередач, питающие коксохимический завод. Если предприятие остановится, может произойти залповый сброс ядовитых отходов. Оксана Виттер продолжит. Вот еще одно попадание. Заборчика нету. Разнесло. Дыра маха такая. Радиусом на метр на метр. Жилые кварталы в районе Донецкого аэропорта ежедневно под обстрелом. Минувшей ночью снаряды разрушили три дома, пробили газопровод. Погибли трое дончан, восемь получили ранения. Люди говорят, в их дворы летят горящие снаряды. Через три минуты горящую. Я была сначала в доме, а потом я выскочила. И видела, как эту горящую летела прямо к ним во двор. И она вот это вот к ним во двор, это пламя пыхнуло. Я тут покричала людей, пытались водой залить, а она не заливалась водой. Звуки артобстрелов люди слышат практически во всех районах Донецка. А в Ленинском снаряды повредили четыре дома в частном секторе. Я со стенки достал, это же не то, что я там пощупил. Вот, даже дырка, вот где дырка. Вот первая дырка, это я достал отсюда. В доме участника войны Александра Николаевны боеприпас не разорвался. Люди чудом остались живы. Ну что нам теперь сделать, сыночек дорогой? Кто нас будет спасать? Кто будет дом? Только сделали дом. А нас три бабы живем. Инвалид детства живет и девочка одна. Обстрелы не прекращаются и в Авдеевке. Снаряды летят в девятиэтажки. Местные жители говорят, огонь ведут из градов. Недалеко от заправки осколками убила женщину. Ранение получили больше десяти человек. Ветка висит на проводе, балкон взорван, крышу попало над окном. Вновь разрушена линия электропередачи Авдеевского Коксахима, которую с большим трудом восстановили вместе с саперами энергетики ДТЭК. Предприятие под угрозой техногенной и экологической катастрофы. В случае остановки на АКХЗ может произойти залповый сброс ядовитых неочищенных вод. Из-за боев бригады не могут приступить к ремонту. Тем временем в СНБО рапортуют, украинская армия взяла стратегическую высоту Саур-Могилу, откуда боевики вели постоянный обстрел. Также силы нацгвардии зашли в Дебальцево, Шахтер, Старес, ведут бои за Снежное и Первомайск. Кроме всего, подраздели высокомобильных десантных войск провели рейдовые действия в напрямку населенных пунктов Редкодуб, Логвино и Терново. Там знищены блокпосты и огневые точки супротивника. Силовики утверждают, отступая, боевики ДНР больше 20 раз обстреляли города и поселки Донеччины. А со стороны России не прекращаются атаки погранпунктов. Террористы постоянно обстреливали позиции прикордонных подразделей и сил антитеррористической операции, в том числе с территорией Российской Федерации, со стрелецкой оружием, минометами, артиллерии и реактивных систем залпового огня ГРАД. Несмотря на сложную ситуацию, сегодня после обстрела вновь начал работу погранпункт Новоазовск. Оксана Виттер, Тереканал Донбасс.